Я в Крыму уже нахожусь третий день, и могу сказать, что ситуацию на полуострове по нашим континентальным меркам трудно назвать стабильной, потому что, когда тебе подают электричество, как, например, в Севастополе, три через шесть часов, хотя по моим сведениям уже два через шесть, по отсоединению людей, с которыми там общаюсь, или как в Армянске тоже два часа через шесть подают. Это нельзя забывать нормальной ситуацией, но здесь люди как бы относятся к этому более спокойно, то есть они принимают это, в принципе, как данность и считают, что они перетерпят это, даже если это нужно будет терпеть до Нового года и больше. В Симферополе мы имели разговор с врачом местной больнице, и я не могу, к сожалению, назвать, в какой именно больнице происходил разговор, потому что без разрешения главного врача мы общались. Врач герлук, в ночь, когда произошло, так пока вот делали операцию, привезли больного с открытой язвовой желудкой, и она еще с кровоизлиянием, вот, и просто, как он сказал, там, ну, было три часа на то, чтобы его спасти, и сорок минут уже, как бы, они его резали там потихоньку, помаленьку, и тут раз, говорит, слышен бесперебойник, вот, это значит, что у тебя там 15 минут на то, чтобы, на то, чтобы все завершить, вот, это, конечно, сделать невозможно. Он говорит, через несколько минут, смотрю, говорит, ничего не происходит, то есть все так же на бесперебойнике работает, ничего нового она мне не представляет, дополнительные генераторы не включены. Я попросил свет выключить, потому что больной подключен к аппарату ИВЛ, вот, соответственно, хотя бы экономика, на освещении идет экономия, дается больше электроэнергии аппарату искусственного витиляции, когда свет они выключили, говорит, пришлось просто проводить операцию несколько, вот, несколько минут, буквально под светом телефонного фонарика, вот, но, говорит, потом, через, говорит, четыре минуты буквально, после того, как мы включили фонарик, говорит, все восстановилось, включили дополнительный генератор, вот, и все заработало, но, говорит, на самом деле, просто те люди, которые устроили вот эту энергоблокаду, они не думали, видимо, о последствиях, потому что человек был просто, на самом деле, умереть из-за того, что мы не могли полноценно оказывать медицинскую помощь, но это, в общем, такая, конечно, крайняя история, уже все остальные истории намного более оптимистичны и легкие, например, в селе Почтовое был, недалеко от Симферополя, 11 километров, общался там с продавцом продуктового магазина, в магазине три холодильника, по-моему, в которых лежит колбаса, рыба замороженная, там мясо, и цвета у них нет в пятницу, прямо, то есть, с первых, вот, еще взрывов, которые на крупные города Крыма никак не повлияли, вот, на них, у них, так, у них все отрубилось уже тогда, вот, и все эти продукты, они там просто плавают, просто плавают в этих холодильниках, они уже ни к какому потреблению непригодны абсолютно, конечно, вот, вынести она их тоже не может, просто говорит, я не знаю, чем кормить людей, потому что люди приходят, как бы, они приходят не только за хлебом, да, у меня, по сути, только хлеб и вода, и все то, что не портится, а такой нормальной еды нет. Но местные жители склонны обвинять во всем происходящем именно украинскую сторону, и они абсолютно не понимают, как таким образом Киев хочет вернуть их расположение к себе, потому что, ну, жизнь реально ухудшается, они понимают, скажем так, кто стал причиной этого ухудшения. Можно, конечно, там говорить, что если бы там Крым не присоединили, этого бы ничего не было, но для них уже присоединие Крыма это абсолютно состоявшийся факт, вот, в отличие от жителей, там, украины Украины, они действительно очень обозвлены, а наоборот, отношение к России, судя по разговорам, да, это только укрепляет, потому что они верят, что вот Россия, там, да, месяц, там, ближайшие, может быть, чуть больше даст им полную, как бы, свободу энергетическую от украинской стороны, все восстановит. Как они говорят, мы не хотим быть разменной монетой вот этих споров, я не верю, что вот скоро все наладится, и уже никто не будет ими кого-то шантажировать, и в их жизни тоже все будет как раньше. Что касается отношения жителей к прессе, еще надо подчеркнуть, причем это действительно просто колоссальная какая-то разница между жителями Крыма, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, то есть, которые находятся в глуби полуострова, и между теми, кто живет на границе. Вот я сейчас нахожусь в городе Армянск, это всего 3 километра от границы, от линии соприкосновения. И здесь, когда ты говоришь, что ты журналист, они почему-то сразу думают, что украинские журналисты, и сразу к тебе очень негативное отношение. Сегодня вышел из гостиницы, и напротив гостиницы у нас банк, там есть банкомат, он сегодня заработал первый день. Я этого не знал, что он первый день работает, там толпа людей стоит, наверное, человек 20, подошел, спрашиваю, почему ажиотаж такой. Одна женщина начинает рассказывать, сразу за ней мужчина стоит и начинает кричать. Ты откуда приехал, какое издание, я там представляюсь, вот мне Иван Жилин, говорю, зовут, я журналист новой газеты. Он кричит, не надо ему ничего говорить, это издание там проукраинское, скорее бы ты ушел. Короче, у нас завязался конфликт в итоге, ну, без рукоприклассов, просто меня в ультимативной достаточно форме от меня потребовали, чтобы я отсюда быстро ушел, что я и сделал, на самом деле. Но я уехал в село Перекоп, это самый крайний пункт, населенный пункт Крыма, и там со мной произошла вообще невероятная история. Ни один из местных жителей общаться со мной не захотел вообще сразу, то есть как только я представлял, все говорили, что я журналист, закрывались двери, говорилось, что некогда общаться, ладно, зашел в магазин, тоже поздоровались, вот я на секундочку как-то сделал весь, что я набираю товары, потом так и так, приехал из Москвы, я журналист, две женщины сидели, одна моментом просто срывается, бежит в входной двери, закрывает ее с собой, закрывать с собой и стоит. Вторая меня спрашивает, говорит, так, откуда, говорю, приехали, я говорю, ну, вот из Москвы, говорю, какая-то газета, новая газета. Она о новой газете ничего не слышала, вот, говорит, документы. Вот она именно не попросила, говорит, она их именно потребовала, дает документы. Она посмотрела, говорит, да, брал близ Москвы, говорит, талют, отбой, все, все нормально. Сказалось, что к ним приходили военнослужащие, на самом деле трудно сказать, были ли это военнослужащие, потому что весь Армянск забит людьми в камуфляже, без опортовательных знаков. Вот, сказали, что разговаривать ни с кем нежелательно, сказали, что их магазин, как приграничный, является стратегически важным объектом. Скоро все уже наладится, но нужно только, чтобы жители их не подвели. Действительно, в Армянске и в его окрестностях это ощущается, то, что очень много людей в зеленой форме, без всяких опознательных знаков. Со мной в гостинице, где я живу, весь третий этаж, занят бойцами, у которых на футболках нашивки ОМОН, на каком-то действительно военном положении. Главное, что жители сами вошли во вкус этого военного положения и пытаются исполнять роль правоохранительных органов, пытаются проверять документы у таких вот журналистов. Редко так бывает, но навстречу идут чиновники. Сегодня я встречался и с главой города, и с его заместителем, отвечающим за вопросы образования и здравоохранения. Очень охотно и тот, и другой пошли навстречу. Все рассказали. У них, например, тоже, понятно, есть больница в городе. Она работала абсолютно без переговоров. Нет, и в самой больнице подтвернили. То есть генераторы были переключены в автоматическом режиме. Сейчас детей, как в армянском, так и во всем Крыме, учащихся отправили на каникулы, на досрочные. Единственное, что уже сточился, график подачи электроэнергии. Раньше подавали на 2 часа через 4, теперь подают на 2 часа через 6. В принципе, город не обеспечивается даже на 3 необходимой ему электроэнергии. Но опять все чиновники утверждают, что работают на этом направлении, что Аксенов лично каждый вечер с Аксеновом совещание по видеоконференции, и он в ручном режиме управляет всем этим процессом. И так получается, что чиновники здесь на границе намного более человечны, чем сами простые жители. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова